Пшеница, ячмень, горох, соя, подсолнечник. Прежде чем попасть к поставщику или на продажу, каждая семечка проходит несколько этапов проверки. Сырье чистят, сортируют, отделяют по весу и форме на этом уникальном оборудовании, аналогов которого в России нет, рассказывает губернатору Вениамину Кондратьеву. Реконструкции занялись пару лет назад, после того, как подписали соглашение на Сочинском форуме. Стоимость проекта обошлась в 150 миллионов рублей. Сегодня завод обеспечивает семенами не только сельхозорганизации Кубани, но и соседние регионы. Производительность порядка 10 тонн в час готовых семян, и по качеству они нисколько не уступают иностранным. Иностранные семена, они не такие качественные. То есть мы не знаем, где за рубежом, где их делали, в какой стране третьего мира или где-то. А здесь наши спорткеры знают, что вот здесь завод, вот здесь семена, тут ответственность. Некачественные семена могут дорого обойтись сегодняшнему нашему и добросовестному поставщику семян. Поэтому любой сегодня сельхозтоваропроизводитель заинтересован в том, чтобы семена были отечественные. И мы заинтересованы в таких сегодня поставщиках семян, которые могут нашему сельхозтоваропроизводителю их дать. Обеспечить и себя, и в целом сегодня, как минимум, наш регион. Вот здесь, Андрей Николаевич, надо все-таки подумать, как нам пути по такому пойти. Вместе с экономикой районной власти строят и будущее для подрастающего поколения. Для мальчишек и девчонок открыли многофункциональную спортивную игровую площадку. Сегодня покрытие на ней опробовали начинающие футболисты. Условия созданы и для баскетболистов. Не забыли и про любителя воркаута. Вениамин Кондратьев каждому спортсмену пожимает руку и интересуется, как проходит занятие и как живется подросткам на селе. Мальчишки наперебой рассказывают о своих успехах и о том, что за последние несколько лет их малая родина значительно изменилась. Вчера какой день отпраздновали? День Ромаев. Правильно. Великое прошлое нашей страны. Это заслуга наших дедушек и прадедушек. А вот на наших плечах не менее великое ее будущее. И вот какое будет будущее и у нас в том числе. Ребята, целиком, целиком зависит от нас и от вас. Так? Да! Напротив площадки красуется новый дом. Уже этим летом сюда въедут первые жильцы. Основные работы завершены. Строители уже приступили к внутренней отделке помещения. Почти законченный проект показывает губернатор Внямину Кондратьеву. Квартиры построили специально для врачей и учителей. Этих специалистов в Белой Глине не хватает, рассказывает глава района. И чтобы привлечь кадры на село, местный бизнесмен построил дом. На строительство потратили около 45 миллионов рублей. Из этих квартир 20 мы отдаем больнице и учителям. Делять оставляю себе. Но если учителя поедут достойные, ну тест делаем, доктора поедут, еще будем строить, все равно работникам будем строить. Это очень хороший пример, когда власть и бизнес нашли партнерские отношения. Понятно, бизнес помогает власти только потому, что власть создает условия для бизнеса. Все, коллеги, вот это и есть результат, который мы сегодня видим. Квартиры для учителей, квартиры для врачей, ремонт школы. При условии, конечно, власть поддерживает в рамках своей компетенции и возможности бизнеса. По многим вопросам Белая Глина опережает даже самые ближайшие муниципалитеты Кубанской столицы. По привлечению инвестиций, казалось бы, отдаленный небольшой район на втором месте. Но стремительное развитие должны почувствовать прежде всего местные жители. Если работники крупных сельхозпредприятий уже успели это ощутить, хотя бы по своей зарплате более чем в 35 тысяч рублей, то на ежемесячном доходе медперсонала это никак не отразилось. По зарплате все-таки 15 тысяч рублей, 15 тысяч, 485. Конечно, это маловато. Врач тоже человек, у него есть семья и на эту зарплату сложно будет прожить. В среднем по краю на 20 тысяч, 21, где 25 доходит. Все-таки здесь надо тоже подумать, Арсений Николаевич, как зарплату врачу поднять. Ну, я думаю, если вот мы еще поднапряжемся, в плане чего? Сегодня у нас 22 миллиона долгов сроченной кредиторской задолженности. То есть она снижается. Если еще главный врач, он поручил это поручение, дальше будет работать в плане оптимизации снижения долгов, то мы придем, в конечном счете, к нулю. И тогда мы сможем уже разговаривать о том, чтобы и больше развивать сеть здравоохранения и увеличение заработных плат. А сегодня я полностью согласен, что у младшего медперсонала зарплаты очень низкие. Все-таки вот постарайтесь подойти к вопросу, как к собственному. Поднимите хотя бы зарплату медицинского персонала до среднекраевой. Это очень важно. Это просто необходимо. Жизненно необходимо. Давайте на нужном месте посмотрим. Но я думаю, что при вашем отходе это удастся сделать. Сегодня Белоглинский район делает первые, но уверенные шаги на пути к экономическому росту, резюмирует Вениамин Кондратьев. Местные власти сделали ставку на своих внутренних инвесторов. И уже видны результаты. Бизнесмены вложили в развитие родных поселков и станиц около 3 миллиардов рублей. Это 11 различных проектов. А значит, как заверяют сами предприниматели, уже в следующем году район должен заметно преобразиться. Елена Касабова, Мария Крошина, Денис Маскаленко, Денис Перец, Кубань-24, Белоглинский район.